Она приехала в Россию, чтобы из миллионов людей найти своих родных и близких. Уроженка Франции Марии Белегу-Мамонтов, правнучка русского военнослужащего Фёдора Мамонтова. В 1916 году, когда прадед был отправлен сражаться во Францию в составе первой русской бригады, в России у него осталась семья. Тогда он ещё не знал, что больше никогда не увидит ни своей родины, ни близких. С 1995 года Марии ведёт своё собственное расследование по всему миру, чтобы найти ответы на вопросы, которых с каждым годом не становится меньше. Это очень сильная эмоция для меня. Конечно, побывать на родине, в той стране, где мой дед вместе с другими солдатами экспедиционного корпуса 2014-2016 годов ушли на поля сражений во Францию. Их было 40 тысяч. Одним из них был мой дед. Конечно, сейчас оказаться в этой стране, откуда все эти люди ушли воевать, и некоторые из них героически погибли, а кто-то остался во Франции на всю жизнь. Конечно, это очень большая эмоция сейчас. Меня здесь очень хорошо встречают. 40 тысяч солдат, распределённые по четырём специальным русским пехотным бригадам, были отправлены Николаем II во Францию в обмен на поставку оружия, в том числе военнослужащие из Самары. Возмущённая несправедливым исчезновением информации о подвиге русских солдат со страниц учебников, Мария решила создать ассоциацию потомков участников экспедиционного корпуса «Мишка-1618», а также сайт с документами об их заслугах. Считается, что сто лет – это время, за которое нужно уже что-то забыть, но в нашем случае это время, чтобы что-то вспомнить, потому что те люди, которые остались во Франции после Первой мировой войны, русские, они прожили всю свою жизнь в полной тишине. Они никогда не делились тем, кто они, откуда, почему оказались во Франции, как складывалась судьба их семей, оставшихся на родине. Они ничего не знали об этом, и никто из новых французских родственников не знал ничего, откуда они есть, как жили до этого, как стали воевать. Всё это была большая тайна. Сейчас мы очень рады, что открываются новые возможности, чтобы предъявить миру подробности и найти связи семейные и родственные в России. «Ради тебя, Фёдор, ради тебя, Василий, Пётр, Сергей, Жорж, Степан, Владимир и всех русских солдат, приехавших воевать за Францию, мы должны не допустить забвения вашей жертвы, а продолжать выражать вам постоянную благодарность и почтение». Девиз Марии и родственников других солдат экспедиционного корпуса. Они продолжают собирать биографии защитников Отечества и доказывать, что память о подвигах предков будет жить вечно. Продолжение следует...